Всем привет! Меня зовут Джумалиев Кажим, я один из руководителей Республиканской Ассоциации Табигат. Мы с вами сегодня на YouTube-канале ProHunt Kazakhstan поговорим о изменениях в существующих правилах охоты. Их не так много, но они весьма существенные, поэтому я думаю, будет не лишним их обсудить для того, чтобы охотники представляли, что их теперь ждет. Читая новую редакцию правил, я пришел к выводу, что в целом было бы не лишним пройтись, пробежаться по этим правилам целиком. В действительности, последние несколько лет носились небольшие, буквально такие точечные изменения. И те, кто получал удостоверение охотника 10-15 лет назад, они были ознакомлены и проходили совсем другие правила. Многие охотники не знают о том, что какие-то нормы уже поменялись. Поэтому начнем с того, что коротенько расскажем о базовых правилах охоты в Казахстане. Итак, начнем. Ну, во-первых, для того, чтобы охотиться в Казахстане, вы должны достигнуть совершеннолетия, то есть 18 лет. В Казахстане у нас охота разрешена с огнестрельным оружием с 18 лет. Это первое. Нет никаких дополнительных поправок о том, что в сопровождении ваш ребенок может с вами охотиться. Ничего такого. То есть 18 лет и точка. Второе. Это удостоверение охотника, которое необходимо получить установлено в законном порядке, сдав экзамены по охот-минимуму. Третье, что необходимо для того, чтобы осуществлять охоту, вам необходимо разрешение, ну вот обычно в народе говорят лицензии, разрешение на пользование животным миром. Это право, которое вы приобретаете в своем охотничьем обществе или в охотничьем хозяйстве на добычу того или иного вида животных. Причем очень важно, что это разрешение не работает без путевки. То есть на самом деле нужно вам два документа. Первое это государственное разрешение, то есть лицензия, данная вам государством на добычу этого животного. А второе это путевка, это согласование фактически того, что вы будете осуществлять охоту с охот-пользователем, с вашим охотничьим хозяйством. Очень интересно, что при групповых охотах, например, на копытных или медведя, это допустимо, вписывается в разрешение один охотник, а в путевку вписываются все остальные охотники, которые принимают участие. Причем не важно, стрелки они или загонщики. То есть все, кто у вас участвует в коллективной охоте, должны быть вписаны в путевку. Это тоже очень важно и нужно это знать. Из базовых понятий также сохранилось, что охота на копытных и медведя осуществляется в Казахстане только при сопровождении егеря охотничьего хозяйства. Ранее был пункт о том, что сопровождение егеря должно быть при охоте на селезня, тетереве и глухаря. В действительности вот этот пункт исправил нам удалось нашу рабочую группу, которую входит в том числе и наша ассоциация, убедить и исключить. То есть в данных правилах в новой редакции охота на селезни весной, на весеннюю охоту, глухаря и тетереве и вальшнепа осуществляется без сопровождения егеря. Это, с одной стороны, упрощает работу охотничьего хозяйства, с другой стороны, упрощает жизнь охотнику. Потому что понятно, что при таких массовых охотах просто не хватит егерей для того, чтобы с каждым охотником кто-то ходил рядом. Немного отредактированы правила заполнения путевки. По новой редакции отметку о добыче необходимо осуществлять ежедневно. То есть если вы на несколько дней приехали на охоту, допустим, в вечерку вы пошли, поохотились, пришли в лагерь и вы уже обязаны сделать отметку. Это важно, потому что если, допустим, приедет проверяющий орган и увидит у вас, что рядом с казаном лежат утки, а они не отмечены, то вам будет инкриминировано нарушение правил. Это первое. Второе. Тоже важно это знать и понимать. Это необходимо заполнить количество добытой дичи при перемене места охоты. Часто бывает, что заехали в одно урочище, поохотились и не выезжая из территории хозяйства, вы на машине переезжаете в немножко другое место. Даже при этом вы должны заполнить при перемещении количество добытой дичи. То есть если вы потом добудете еще, вы плюсом добавите и допишите под свою роспись. Это должен сделать либо егерь, если он рядом где-то там есть, или сам охотник. Это очень важно, потому что как только вы садитесь в машину с дичью, у вас должен быть заполнен документ. Если его нет, это будет нарушено. Этого тоже раньше в такой редакции не было. Как-то было более пространно все расписано. Сейчас все однозначно. В отношении вредных животных, численность которых необходимо регулировать, а это именно волк, шакал, ворона, сорока, баклан большой, грачи, бродячие собаки, несены существенные изменения в существующую редакцию правил. Теперь, для того, чтобы их регулировать, то есть отстреливать, достаточно вам простого разрешения на любой вид охоты. То есть, допустим, вы пошли на утку и тут увидели, допустим, сорок. То есть при наличии разрешения на руках на утку, вы можете отрегулировать численность этой вредной птицы. Ну или, допустим, пошли охотиться на сурка, увидели волка. То же самое, или шакала, да, то есть вы можете отрегулировать его численность. Но главное, чтобы у вас, значит, на руках была путевка, в которой отмечен тот вид животных, на который вы осуществляете охоту. Много было по этому тоже вопросу споров, но, в общем, нам удалось убедить орган госуправления о том, что необходимо регулирование упростить, потому что в действительности это постоянная работа, которую нужно вести в уголе для того, чтобы численность охотничьих видов была выше. Немножко из тех пунктов, которые были и в прежней редакции, но о которых охотники, как правило, не знают. В частности, вот поиск и отзыв собаки. В случае, если, допустим, у вас убежала собака, ну, вы прогуливались, или там у вас она ушла за территорию охотничьего хозяйства, на котором вы охотились, такое тоже бывает, значит, вы должны ее искать обязательно зачехленным и разряженным оружием. То же самое касается добора подрамков. Если ваш зверь, на которого вы охотитесь по каким-то причинам, подрамком ушел на спредельную территорию, ну, это может быть госфонд, или, допустим, это может быть лесхозный, земли лесхоза, или это может быть соседнее охотничье хозяйство, преследовать и искать, добирать его, этого подрамка, вы можете только с согласия той организации, на чью территорию ушел зверь. Без этого согласия это тоже будет приравнено к браконьерству. Важный пункт, который мы уже несколько раз обсуждали, это перевозка оружия на охоте и ранение его на территории лагеря. Вот в обязательном порядке оружие должно быть без патронов, и причем не только в стволах не должно быть патронов, но и в магазине, потому что если у вас, допустим, в случае проверки обнаружится, что в магазине есть патроны, это будет нарушение. Вы можете, если не хотите, вытаскивать патроны из магазина, снять магазин, вот, и убрать его куда-то в сторону, вот, но если у вас магазин будет в составе вашего оружия и при этом заряжен, это будет нарушением. Ну, понятно, из таких общих правил эта охота запрещена на животных, находящихся в бедственном положении. Понятно, это когда сильные морозы, бури, когда животное застряло в болоте или преодолевает водную преграду, в этом случае охотник не имеет права охотиться и, наоборот, должен помогать животным. Это, как бы, понятно и, в общем-то, является частью охотничьей этики. Надеюсь, все об этом знают. На всех любительских, трофейных, спортивных, промысловых охотах запрещено использование специальных технических спецсредств любых видов транспорта, моторные лодки, автомобили, снегоходы, любых технических приспособлений на оружие, связанных с ночным видением или тепловизионным видением, лазерные целеуказатели, осветительные, звуковые приборы. Все это запрещено. То есть охота должна быть честной. Я слышал сейчас, некоторые охотники пытаются применять дроны для загона животных. Это тоже запрещено. Ну, понятно, что охота запрещена в состоянии алкогольного, любого наркотического, там, опьянения, интоксикации и так далее. То есть вы должны быть в хорошем сознании, в трезвом духе, полностью здоровы. Вот тоже пункт, который был и в прежней редакции правил, но многие охотники, к сожалению, тоже об этом забывают. В частности, бывают случаи, что и на территории Казахстанского общества охотников и рыболов производится охота на неубранных полях. Это допустимо только, если у вас есть договоренность с владельцем этого поля о том, что он его оставляет и не убирает специально для охотничьих нужд и целей. Такое допустимо. Но в правилах черно-по-белом написано, что по нескошенным полям охотиться запрещено. Пневматика и мелкокалиберное оружие кольцевого воспламенения запрещено для любых видов охоты. Вот по этому пункту всегда бывает тоже много сомнений у людей, потому что когда-то с мелкашкой можно было охотиться, даже какой-то период на несколько лет ввели разрешение на охоту с пневматикой, сейчас все это запрещено. В правилах четко это отмечено. Запрещена охота на территории зон покоя, так называемых воспроизводственных участках на территории охотничьих хозяйств. Почему? Потому что понятно, что где-то у животных должен быть тихий уголок на территорию в годе. В этой редакции отменен лимит на 5 голов пернатых в день, который был, помните, тоже несколько лет назад, в тот момент, когда запретили весеннюю охоту. Как я уже говорил, отменена обязательно норма по сопровождению охотника при охоте на птицу, а именно весной это на селезня, глухаря, тетеры, вальшнеп. Охотничье хозяйство на свое усмотрение может такую услугу предложить. Почему? Потому что, допустим, городские охотники не знают, где находится таркатья же в бороду или в лесу, поэтому, конечно, без сопровождения ты ее просто не найдешь. Но в целом это не обязательно. Местные охотники могут не пользоваться сопровождением. С правилами предусмотрен такой порядок открытия охоты, который дает возможность самому охотпользователю весной его передвигать в определенный срок. Чуть пораньше, чуть попозже. С чем это связано? Связано с тем, что нам удалось убедить, что даже в одной климатической зоне, допустим, в Алматинской области, есть абсолютно разные по условиям климатическим территории, и где-то нужно открывать весеннюю охоту 1 марта, а где-то нужно ее открывать в конце уже марта. Почему? Потому что еще там холодно, лед не расстраивал, утка не идет. Поэтому сейчас, в принципе, по всей территории Казахстана такая норма предусмотрена, и охотпользователи должны проявлять инициативу отрабатывать своими инспекциями и открывать охоту непосредственно в тот момент, когда для этого лучше создаются климатические условия. Ну и последнее, значит, то, о чем я уже говорил, разрешено регулирование вредных видов при проведении охоты на других животных. Вот, собственно, друзья, и все. Изменений не так много, но, тем не менее, они достаточно позитивные и направлены навстречу нам, охотнику и охотничьему хозяйству, чему мы несказанно рады. Мы, Ассоциация Стабегат, продолжаем работу по изменению каких-то вопросов, связанных с правилами не только проведения охоты, но и охотничьего хозяйства, и других сфер, которые связаны с нами. Так что будем надеяться, что в ближайшее время появятся еще какие-то позитивные изменения. Всем спасибо! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Казахстанское общество охотников и рыболов Табегат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...